Приветствую вас под розой. Именно так приветствовали друг друга люди древности, когда встречались поговорить о вещах смещенных, а значит возвышенных, запретных, и заставляющих напитать сердце любого человека, стремящегося к знанию. Если же вы не готовы рассуждать на эти темы, то прошу вас немедленно выключить это видео и забыть о нем. Сегодня я решил рассказать вам о магических талисманах, но сделаю это лишь при одном условии. Советую вам забыть обо всем, чтобы когда-либо вы слышали о талисманов, сделайте глоток из чаши забывения, иначе вы не сможете понять ту информацию, которую я хочу довести до вас. Информация эта может привести как много пользы, так и много вреда, и уже не сосчитать тех, кто попросту сошел с ума, пытаясь без должной осторожности проникнуть на ту территорию, которая из поконных купла тщательно закрыта от любопытных глаз. Итак, талисманы. Признаюсь, людям обычно не овко говорить об этом, поскольку почти ни в одной вещи, связанной с магией, не было высказано столько абсурдных идей, как о магических талисманах. Эти загадочные предметы использовали еще столь далекой древности, когда астрология и магия составляли неотъемлемую часть жизни человеческого общества. В те времена пироскоп или полученные от родителей генетическое наследство никогда не становились пожизненным идемом человека. Дело в том, что тогда род людской не отделял себя от окружающего мира, природы, космоса. Да и сейчас стоит лишь остановить на мгновение беспорядочный поток эмоций и мыслей. Как вспыхивает осознание той единственной связи, которая проходит между вами и Вселенной. При этом не раз мы не просили показать эту связь, словно речь идет о связи радиоприемника и радиостанции. Но это абсурд. Связь, о которой говорит я, находится за гранью научного описания мира. Поэтому процесс астрологии, говорящий, что астрология не работает, потому что это не наука. Точно так же говорят полнейших мчужках, утверждающие, что якобы астрология является наукой. В действительности астрология лишь отчасти наука и то только в том, что сумел усвоить современная астрономия. В остальном подлинная астрология является искусством и ремеслом. Но не будем останавливаться на этих деталях. Скажу лишь, что постичь ту магическую цепь, скизывающую звезды и человека, можно только знать тайны и принципы, о которых, впрочем, я скажу позже. А теперь представьте себе бескрайние просторы Вселенной. Как вы видите, да, красают звезды, планеты движутся, каждая своим путем. Иными словами, космос живет и дышит. И по сравнению с этой космической жизнью, жизнь человеческая – лишний заметный миг. Теперь представьте себе величайшее событие в вашей судьбе. Представьте себе свое рождение. На самом деле, это повеление на свет не только новой жизни, но и нового маленького мира, нового космоса, вменятью в лет. И сейчас самое интересное, что же мы можем лучше понять из этого с помощью астрологии. Наверняка вы уже слышали что-то о гороскопах, пророчествах, знаках Зодиака. Так вот, как известно, знак Зодиака – это положение Солнца в момент рождения. Вы знаете, что Солнце находится в ближем Земле или дальше от нее, в зависимости от времени года. Вот именно это положение засвидетельствовало термином знак Зодиака. Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему за счет берется именно дата рождения? Почему не берется первый год жизни? Или недели после рождения? Или даже момент зачатия? И дело здесь не только в том, что момент зачатия часто трудно установить. Так вот, знайте, когда человек появляется на свет, положение Солнца и вообще любых объектов космоса в этот момент навсегда фиксируется в новорожденном. Он становится своего рода неподвижной фотографией и положение звезд и планет в секунду с его рождения. И что дальше, спросите вы? Что с этим делать? Ну, во-первых, мы сможем узнать о судьбе человека, его талантах. Еще несколько столетий назад этому продавалось очень большое значение. Например, Елизавета I, королева Англии, была коронована в полдень 15 января 1559 года. Дата была выбрана не случайно. Придворный астролог Хима, Джан Ди, личный выбор от Рудапа в качестве самой удачной и способствующей благоприятному воплощению возможностей Елизаветы и всей Англии. Но все же самое главное, что можно делать с помощью связи человека и космоса, самое захватывающее. Мы можем изменять человеческую судьбу. Как я уже сказал, космос внутри вас неподвижен, а космос снаружи вас постоянно находится в движении. Из-за этого влияние звезд на вас каждый день различно, но всегда зависит от вашей маленькой вселенной внутри. Если бы у вас была возможность как бы подвинуть звезды и планеты внутри вас, то и воздействие внешних влияний стало бы другим. Теперь представьте себе его больно. Котящийся шар – это влияние той или иной планеты или звезды на вас. Кегли – это планеты и звезды внутри вас. Кегли неподвижны и зависит от движения катящегося на верхах, которых уже давно запущен. Кегли желательно быть спитыми, то есть исполнить свое предназначение. Но сколько бывает нереализованных судеб и поломок жизней? Так же и в Боулинге. Не всегда все кегли бывают спитыми. Но теперь вообразите, что вы можете переставлять все кегли по своему усмотрению. Увеличиваются ли шансы на то, что все кегли будут сбиты? Многократно увеличиваются. Так звезды и планеты вашего личного космоса можно добить. А инструментом этого является талисман. Само слово «талисман» переводится как предназначенное для какой-то цели. Это слово имеет тот же корень, что и русское слово «цель». И самое главное, что вам надо знать, настоящий талисман воплощает собой силы той или иной планеты, той или иной звезды. При этом я уверен, что вы уже слышали о магических свойствах корней, металлов, подобных вещей. Но с настоящими талисманами это соотносится так же, как бесформенный кусок глины и созданный руками мастер предмет искусства. Камень или металл действительно может иметь в себе силу планеты или звезды, но он имеет их не только в хорошем проявлении, но и во вредном. Например, звезды может как помочь человеку найти одну любовь на свою жизнь, так и развратить его сердце и душу. В камне находится бесформенная и бесцельная сила Венеры. Другое дело – талисман. Он тоже задерживает в себе силу планеты Венери, но сила этого воплощена в особой форме и предназначена для конкретной цели. Примером такой цели может быть создание семьи или рождение ребенка. Итак, запомните, талисман не просто имеет в себе силу, но также направляет ее в нужное русло. И не надо испытывать ее методами науки, потому что влияние талисмана находится за пределами сухого рассудка. Хотя в наше время уже уставилось мнение, будто чего мы не видим или не можем потрогать руками, того мы не можем узнать. А раз мы не можем знать, то это время существует. Тем не менее, были, есть и будут люди, которые понимают, насколько ограничивать нас такая точка зрения. Впрочем, магия талисманов никогда не зависела от мнений и предрассудков человеческого рода. Ну что ж, еще долго мы можем говорить о талисманах, но я и так сказал уже слишком многое. А теперь плочим и простимся.